МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите Первый мытищинский. В эфире информационная программа День. С вами я, Анна Мусаликина. Здравствуйте в этом выпуске. Приводим себя в порядок. О первом рабочем дне мытищинских салонов красоты расскажет Кирилл Тридуб. Записалась заранее, очень ждала открытия, очень счастлива, что наконец-то смогла стать красивее, ухоженнее. К началу работы готовятся и подмосковные поликлиники. А когда ждать открытия торговых центров? Защитные маски, костюмы и респираторы. Благотворители продолжают поддерживать медиков округа. Спасибо вам большое. Земля у Клевера, вода у Дубравы. А что жителям? Выслушаем все мнения. Расскажем о судьбе зоны отдыха во второй части нашего выпуска. Теперь подробности. После двухмесячного перерыва открыли свои двери мытищинские салоны красоты. 3 июня вступила в силу постановления губернатора Московской области о снятии ряда ограничений. О том, как прошел первый рабочий день и о новых правилах предоставления услуг, расскажет Кирилл Тридуб. Я понимаю, но просто полная запись уже, к сожалению, до 10 числа. Первый рабочий день одного из мытищинских салонов красоты, как и предполагалось, получился не из легких. Уже с самого утра телефоны беспрерывно звонили, и очередь на запись быстро сформировалась на ближайшие три недели. Такое распределение по времени связано с новыми стандартами обслуживания. Мы работаем в другом режиме. Раньше в смену было 8-9 человек. Теперь мы вынуждены принять по новым нормам. Четыре человека могут все обслуживать с мастеров. Соответственно, четыре мастера, парикмахера в смену. Но для того, чтобы не сокращать рабочие места и дать возможность всем работать и зарабатывать, а служить большее количество клиентов, мы ввели две смены. То есть с 8 до 2 и с 2 до 9-10 часов вечера. Теперь в парикмахерских и салонах красоты по нормам Роспотребнадзора должна соблюдаться дистанция между людьми. Клиентам нужно использовать маски и перчатки. А сотрудники в дополнение к вышеперечисленному должны быть в халатах и шапочках. Менять инвентарь следует после каждого клиента. А запас средств индивидуальной защиты необходимо предусмотреть на 5 дней вперед. Дополнительно поставили бактерицидные лампы, ионизаторы, проветривание помещений, интервал между клиентами полчаса, что дает нам проветривать помещение, что дает нам дезинфицировать. Влажная уборка, графики влажных уборок. То есть все, что требуется, все это выполняется. На исполнение всех требований Роспотребнадзора у владельцев салонов красоты было всего 2 дня. Многое уже сделано, а в ближайшее время здесь появятся перегородки, разделяющие зал на несколько рабочих зон. Покупка всех необходимых средств защиты обходится в крупную сумму. Татьяна Кругликова запросила помощи государства и получила субсидию в размере 12 136 рублей на каждого сотрудника. После двухмесячной спячки для салонов красоты самое важное – это их преданные и довольные клиенты. Записалась заранее, очень ждала открытия, очень счастлива, что наконец-то смогла стать красивее, ухоженнее. Большое спасибо мастерам. А как вам нормы безопасности приняты? Все замечательно. Рады, ждали долго, два месяца, даже больше. Вот наконец можно руки привести в порядок. Очень даже рады открытию. Ну, потому что, конечно, невозможно так два месяца без прическа ходить. Всего в городском округе Мытищин насчитывается 326 парикмахерских и салонов красоты. Около 260 из них уже открылись. В скором времени свои двери для посетителей откроют все заведения красоты с полным соблюдением требований Роспотребнадзора. Кирилл Тридуп, Олег Степанов, Первый Мытищинский. Подмосковные поликлиники будут возвращать к нормальной работе поэтапно. С 15 июня начнут прием терапевты и педиатры, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Цитата. Мы фиксируем много вопросов по работе поликлиник и госпитализации в регулярном режиме. Запускаем этот процесс с 8 числа. Поэтапно будем открывать. С 15 июня начнут работать терапевты и педиатры. Конец цитаты. Также глава региона добавил, что говорить об открытии спортивных комплексов, ресторанов и торговых центров пока рано. Снятие данных ограничений, подчеркнул Андрей Воробьев, может быть связано только с дальнейшей положительной динамикой в борьбе с коронавирусом в Московской области. За последние сутки еще 566 человек в Московской области успешно завершили лечение от коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших приближается к 10 тысячам. Диагноз за сутки был выявлен у 767 жителей региона, из них 49 мытищенцев. За все время пандемии среди жителей Подмосковья заболело почти 42 тысячи человек. 534 пациента скончались. Члены политической партии «Единая Россия» приобрели средства индивидуальной защиты для медиков. Сегодня коробки с костюмами, очками и респираторами были переданы сотрудникам мытищенской станции скорой помощи. Подробности прямо сейчас. Работники скорой помощи привыкли, что помогают именно они. Всегда спешат и спасают жизни людей. Как и все медики, они сейчас на передовой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Но в этот раз помощь оказали им, передав более 500 комплектов средств индивидуальной защиты. В наборах спецхалаты, маски, очки и бахила. Это огромный вклад вообще в целом для нашей медицины. Спасибо вам большое. Такую поддержку оказали члены партии «Единая Россия», организовав сбор денежных средств для помощи медикам. Эти наборы закуплены на членские взносы членов партии Московской области. У нас их порядка 70 тысяч человек. Региональным отделением собрано порядка 12 миллионов рублей. И вот была закуплена первая партия защитных средств. Они переданы были в областную скорую помощь. И вот на сегодняшний день дошли сюда. Главное, что мы посоветовались с врачами. А что же нужно им? И вот в результате такой совместной работы со станцией скорой помощи, непосредственно с фельдшерами, с врачами, кто выезжает на ВЗЛАП и знает, что надо. Даже вот такой нюанс, почему бахилы такой высоты. Потому что в результате их общения, что высокие бахилы пережимают под коленки, очень неудобно. Фельдшер Валентин Лукиных, продемонстрировав новые комплекты, поделился с нашей съемочной группой, насколько непросто в нем находиться долгое время. Они защитные, в первую очередь они воздух не пропускают. Из-за этого вся сложность. А так страх заразиться, наверное, перекрывает сложность одевания этого костюма, нахождения в нем. Знали, на что учили, знали, кем будем. Страшно, конечно, правда страшно. Но соблюдать меры, ничего нового нет. Все как учили, просто выполнять все, и все нормально. Сейчас на Матичинской подстанции скорой помощи работает 16 бригад. Две врачебные и остальные фельдшерские. Порой, рискуя собственной жизнью, они спасают наши. Поэтому любая помощь сейчас своевременно. Алла Сталаева, Константин Химичев, Первый Матичинский. Помощь врачам продолжается. В Матичинскую городскую клиническую больницу была поставлена питьевая вода. Более полутора тысяч бутылок. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказала заведующая поликлиникой номер 2 Любовь Кикоть. Спасибо огромное партии «Единая Россия» и поставщику «Черноголовка». Производственное объединение «Черноголовка», которое поставляет воду в нашу городскую клиническую больницу. Огромная всем признательность и благодарность. Питьевая вода предназначена для всех медицинских работников – врачей, медсестер и санитарок. В том числе для тех, кто работает с пациентами с коронавирусом. За время пандемии благотворительную помощь МГКБ оказывают также в виде овощей, мяса и других продуктов. Все наборы были переданы врачам. Смотрите во второй части выпуска после блока социальной рекламы. Земля у Клевера, вода у Дубравы. А что жителям? Ситуация с зоной отдыха на Пироговском водохранилище набирает обороты. Здесь будет частный клуб или что-то там такое начали нам городить охранники. Вы больше доступ вам запрещен. Можете сюда больше не приходить. Вдоль Борисовки и Сукромки теперь мытищенцы ходят только с фотоаппаратами. Почему? О положительных сторонах половодья расскажет Сергей Берзин. При впадении маленькой Борисовки в Сукромку создается впечатление, что здесь две большие реки. До столицы за пять минут. Когда откроют новый выезд на Ярославское шоссе? Осуществится многолетняя мечта автомобилистов, потому что с улицы Мира на Ярославское шоссе и с Ярославского шоссе на улицу Мира можно будет доехать в считанные секунды. Город расцветает. О новых идеях ландшафтных дизайнеров в завершении выпуска. Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться. А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Карту «Стрелка льготной тарификации» могут получить школьники, студенты, школьники сельской местности, военные пенсионеры. Для этого пройдите авторизацию и осуществите вход на региональный портал государственных услуг Московской области. Выберите категорию карты, заполните все поля и перед отправкой проверьте правильность заполнения. Проверить статус заявления вы можете в разделе «Обращения». Для получения карты обратитесь в МФЦ. Для этого вам понадобится номер заявки, документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на льгот. Для активации карты оплатите ее залоговую стоимость на сайте стрелкокарт.ру или в мобильном приложении. Пополняйте карту быстро и без комиссии на официальном сайте и в мобильном приложении стрелкокарт.ру. Строительство путепровода через железную дорогу с улицы Мира на улицу Фрунзе приближается к самому ответственному этапу. Методом продольной надвижки пролетных строений две улицы будут соединены в удобную автомагистраль. Технологически это сложная операция в условиях городского ландшафта и близости автомобильных и железнодорожных путей. Но реализация проекта обещает весьма ощутимый логистический эффект. Работа ведется в любую погоду. Никакие отсрочки в расчет не принимаются. Время упускать нельзя. Внешне кажется, что самое главное уже сделано. Установлены основные опоры будущего моста. А остальное, как говорится, дело техники. Но это не совсем так. Опоры готовы на 100%. Сейчас монтируем временные опоры, которые непосредственно будут участвовать в надвижке пролета. Сейчас производим финишную подготовку к надвижке с центрального пролета 63 метра над железной дорогой. Стоит ли объяснять, что это самая ответственная часть всех работ? Точный расчет и абсолютная надежность всех операций должны быть безупречными. Продольная надвижка металлических пролетных строений на десятки метров длится очень медленно, но верно. Специальные механизмы, скрепки, подтягивают 250-тонную конструкцию по десятку сантиметров вперед. И так в течение 8 часов. Даже ночного времени не хватит. Когда мы перекидываем его на ту сторону, опускаем его уже на опоры, на постоянное место базирования. И дальше сверху этой плети мы будем заливать бетонную плиту массой 1000 тонн. Мост в 150 метров длины и в несколько тысяч тонн весом собирается почти как детский конструктор. Иначе здесь нельзя. Тесно. Негде развернуться. Однако работа делается и отставания от графика нет. Когда вот этот аванбэк, то есть передовая часть моста, медленно переболзет на ту сторону и соединит улицу Мира с Ярославским шоссе, осуществится многолетняя мечта автомобилистов. Потому что с улицы Мира на Ярославского шоссе и с Ярославского шоссе на улицу Мира можно будет доехать в считанные секунды. А не часы, как это бывало раньше. Первая плеть, по которой пройдет двухполоска из мытищ, будет установлена уже в этом месяце. Вторая в обратном направлении в течение следующих двух месяцев. И тогда можно будет говорить о выполнении основной части проекта. Основной ход, то бишь от первой опоры и до четвертой. Основной ход планируем пустить в декабре этого года уже. Как всякий большой проект, путепровод изменит облик всех прилегающих улиц, изменит характер всего района и изменения эти давно назрели. Сергей Берзин, Константин Бондаренко, Первый, Мытищинский. В одной из прошлых программ мы рассказывали о конфликте, который возник между двумя хозяйствующими субъектами. ООО «Клевер» и ООО «Дубрава». Первые арендуют лесной участок, а вторые – водную гладь. И те, и другие по-своему заинтересованы в благоустройстве территории. Но в результате пострадавшими оказались жители. Им ограничили проход к воде. И они, привыкшие гулять по берегу, загорать и купаться, решили отстаивать свое право на беспрепятственный доступ в зону отдыха. Мнение сторон выслушала Юлия Федорененко. Мы жители ЖК «Пироговская ривьера». Соответственно, буквально месяц назад, при попытках войти в Дубраву, свободно, как это было ранее, мы обнаружили забор. То есть, и, соответственно, возникло некое негодование. На каком основании вообще нам перекрыли вход к воде? Юлия как раз та самая активистка, которая собрала больше тысячи подписей жителей и разместила пост в социальных сетях с призывом вернуть свободный проход к береговой зоне. Мытищенцы и гости города привыкли отдыхать на воде летом, а весной и осенью прогуливаться по лесному массиву. Мы всегда приходили в масках, в перчатках, все как положено, мамочки с колясками, все. Доступ был перекрыт. Сказали, до свидания, здесь будет частный клуб или что-то там такое начали нам городить охранники. Вы больше, доступ вам запрещен. Можете сюда больше не приходить. А началось все весной этого года, когда арендатор земельного участка ООО «Клевер» хотел приступить к благоустройству территории, взятой в 2014 году в пользование на 49 лет. Руководство компании посчитало, что для безопасности отдыхающих на время работ лучше ограничить проход на базу. Есть документ комитета лесного хозяйства о том, что все три договора действуют. Договоры аренды заключены до уреза воды. То есть полностью оплачиваются они полностью вот отсюда и до уреза. У нас никаких спорных отношений с Дубравой быть не может, поскольку у нас нет общего имущества. ООО «Дубрава» еще один участник этой запутанной истории. По словам представителей ООО «Клевер», их соседи препятствуют благоустроительным работам в лесной части территории. Хотя права на это не имеют, так как оформили только договор водопользования. Вместе с экваторией по водному кодексу в хозяйственной пользе 20 метров бичевника отходит нам, чтобы мы могли осуществлять свою деятельность не только на воде, но и на прилегающей береговой линии. И до 200 метров здесь водоохранная зона. Наши экологи имеют право контролировать, имеют доступ по всей территории, чтобы вовремя в соответствующие инстанции информировать, сообщать о каких-то работах и действиях, которые могут отрицательно сказаться на экологической обстановке на воде. Что может грунтовыми водами выйти в акваторию. Планы у обеих компаний грандиозные. ООО «Дубрава» собирается здесь создать школу Юнфлота. Возможно, здесь же будет центральная база для прохождения практики курсантами и выпускниками Академии речного и морского транспорта. Также планируется прокат лодок и многое другое для комфортного летнего отдыха. Большие планы и у ООО «Клевер». Первым делом территорию хотят очистить от мусора, вместо старых беседок и домиков установить пикниковые площадки, обустроить парковую зону, автостоянку и кафе. Но и к тем, и к другим есть претензии у собственника земли – комитета лесного хозяйства Московской области. На наш запрос пресс-служба ведомства подготовила ответ, в котором пояснила, как обстоит ситуация сегодня. ООО «Клевер» является недобросовестным арендатором, так как он не исполняет взятые на себя обязательства, а также нарушает условия договора аренды противоправными действиями, связанными с размещением объектов, в частности, огораживанием территории и ограничением свободного доступа в лес. В настоящее время с ООО «Клевер» вопрос о расторжении договора аренды решается в судебном порядке. ООО «Дубраво» также является нарушителем лесного законодательства, так как размещает объекты без оформления земельно-имущественных правовых отношений. Какое решение вынесет суд, узнаем уже в конце июня. Главное, чтобы арендаторы думали не только о собственной выгоде, но и учитывали интересы людей, которые привыкли здесь отдыхать. Юлия Федориненко, Денис Петров, Первом и Тищенске. Дождливое начало лета повлияло на состояние городских водоемов, их флору и фауну. Причем повлияло в лучшую сторону. Так считают жители улицы Борисовка. Они каждый день видят, как преображаются небольшие речки Борисовка и Сукромка. Очищаются их берега. Свои впечатления многие выкладывают в социальные сети. И там есть на что посмотреть. Тему продолжит Сергей Берзин. Еще в мае был преодолен исторический максимум выпавших осадков. Дожди зарядили основательно. Одни специалисты говорят, что нечто подобное было аж 80 лет назад. Другие и вовсе на два столетия раньше. Но видеоподтверждений этому нет. А сегодня панорама разлившейся поймы рек становится привычной. Такого половодия здесь никто не помнит. При впадении маленькой Борисовки в Сукромку создается впечатление, что здесь две большие реки. Вода поднялась минимум на метр и затопила все соседние островки. Зато какое раздолье для водоплавающих. Для них сейчас настоящий праздник. Утки полноправные хозяева и новоселы этих разлившихся рек. Кряквы, лысухи, а теперь и их новые соседи. И места всем хватает вдоволь. Прилетели белые гуси к нам недавно, в этом году. Раньше не видел. Сергей Кислухин вместе со своими сыновьями любит проводить время на берегах реки и подмечает все ее особенности. Мы здесь где-то порядка 10 лет, именно в этом месте. Поэтому первый раз такой разлив. А буквально несколько дней назад мы здесь ходили и вода вообще практически ушла. Начались дожди и очень резко поднялся уровень воды, что тут не пройти уже даже. Мы любим сидеть на деревьях, ходить, кормить уток. Мне очень нравится. Уткам все свободно. Большая часть береговой линии пока ушла под воду. Затоплены мосты и контейнеры. На какое-то время вход к речке людям закрыт. Зато активизировались бобры. Их часто видят по соседству. Сюда нога человека пройти не может. И пока тут идет плановое бобровое строительство. Река как будто напоминает. Она полноводна и бесценна. Ее нельзя не уважать. Сергей Берзин, Олег Степанов, Первый, Мытищинский. За первые пять месяцев этого года рождаемость в Московской области выросла на 2000 человек. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В Мытищах также отмечается рост рождаемости. С начала 2020-го на свет появилось 1082 малыша. Напомню, при рождении ребенка в Московской области выдается набор «Я родился в Подмосковье», в который входят необходимые вещи для мамы и малыша. Вместо подарка можно получить 20 тысяч рублей. Еще в регионе реализуется проект «Стань мамой в Подмосковье». Комплексная услуга, которая позволяет женщинам получить документы на малыша, не выходя из палаты. Вице-спикер Мособлдума Никита Чаплин посетил архитектурно-художественную школу «Архимед». Сейчас там, как и везде, занятия проходят в онлайн-формате. Но, несмотря на отсутствие учеников, депутат поздравил коллектив учреждения и воспитанников с Днем защиты детей и подарил шары и открытки раскраски. Директор Эллада Сигналова организовала для гостя небольшую экскурсию по школе. Мы еще молодые, нам еще 15 лет. Ой, я помню. Вернее сказать, 15 лет нам будет в октябре. Надеемся, что к этому времени уже закончится режим самоизоляции, и мы отпразднуем наш небольшой юбилей. В нескольких залах сейчас оформлены небольшие экспозиции, где представлены работы победителей областного фестиваля конкурса «Это волшебная бумага». Каждая работа уникальна по-своему, и созданы они в таких техниках, как папье-маше, калаш, рельефная композиция и объемная открытка. Среди победителей конкурса даже самые юные воспитанники 6-7 лет. Архимед – это известная школа в Матищах, и здесь работают неравнодушные, очень профессиональные люди. И, конечно, коронавирус изменил планы, и не слышится детский хохот в этих стенах сейчас. Но через уже пару недель здесь будут дети, будут ребята. Сейчас пока в виртуальном формате проходят занятия. Мне сегодня показали, как это происходит. Но я приехал не с пустыми руками, я привез шары ребятам, которые будут сюда приходить и будут получать эти шары. Классная школа. Мы гордимся Архимедом, гордимся преподавателем, кто работает здесь. Они большие молодцы. И у нашей школы им всего 15 лет. Большое будущее. Директор школы Архимед пригласила Никиту Чаплина после снятия всех ограничений на мастер-класс и подарила на память картину, созданную детьми. Кстати, одна гонконгская художница также могла бы принять участие в конкурсе «Это волшебная бумага». И наверняка бы получила приз за самые необычные работы. Она пишет в традиционном китайском стиле – с синей тушью. Правда, пандемия вдохновила ее на новые форматы творчества. Подробности прямо сейчас. Несколько месяцев назад, когда начиналась эпидемия коронавируса, жители многих стран мира в панике скупали туалетную бумагу и другие товары первой необходимости. Пандемия привела к тотальному дефициту, сделав туалетную бумагу новой ценной валютой. Теперь же гонконгская художница Анжелия Хуэй пытается провести параллель между своим творчеством и этим непростым периодом. Обычно она рисует произведения в традиционном китайском стиле – с синей тушью. Теперь делает то же самое, но уже на туалетной бумаге, которая стала ее холстом. Анжелия говорит, что хочет побудить людей задуматься о том, что происходит. «Помимо того, что я позволяю людям приобрести мои работы по доступной цене, я также надеюсь, что мое творчество вызовет воспоминания о каких-то событиях или происшествиях. Надеюсь, что оно заставит задуматься о том, что сегодня происходит в нашем обществе». 30-летняя Анжелия использует стиль декорирования фарфора синими узорами, который зародился в период династии Тан в первом веке нашей эры. Добавляет собственную фантазию. В итоге рождаются иллюстрации драконов и фениксов. Но теперь она также изображает антисептики, дезинфицирующие средства, лапшу быстрого приготовления, рис и другие товары, которые панически скупали. Работы свои продает по 45 долларов за штуку. Гонконг одним из первых в мире принял на себя удар эпидемии, которая пришла из материкового Китая. Полки супермаркетов в регионе опустили ещё в конце января – начале февраля. Задолго до того, как вирус обрушился на Европу и Америку. Центральный парк расцветает. Сегодня утром мытищинские озеленители приступили к посадке однолетних растений. Основной акцент на павлина, который находится в самом сердце любимого у горожан места отдыха. Для того, чтобы после зимы композиция ожила и заиграла яркими красками, необходимо высадить больше тысячи цветов, при этом учитывать градацию – от светлых тонов к более насыщенным. Заканчивается, надеюсь, наш коронавирус, люди уже начинают приходить в парк, у нас уже прогулки разрешены по парку, но мы начинаем высаживать цветы. В первую очередь мы сажаем павлин, потом вазоны будем сажать и подсаживаться дальше. То есть работа, слава богу, жизни продолжается, работа тоже продолжается. Сейчас мы сажаем павлин, у нас идет тагетис разных цветов, тут у нас будет вокруг сальвия посажена красная яркая, ну и дальше у нас будут высажены петунии и многочисленные, ну разные цветочки у нас будут посажены в этом году. Концепцию озеленения мытищинские садовники меняют ежегодно и подбирают однолетники, которые наиболее устойчивы к изменениям погоды. В ближайшие два дня петунии, тагетисы и другие уже цветущие растения займут свое место на клумбах городского парка и уже в эти выходные мытищинцы смогут любоваться всей этой красотой. Так, день прошел в Мытищах. Следите за новостями на официальном сайте и в социальных сетях. Прямо сейчас прогноз погоды. Спасибо, что были с нами и оставайтесь на Первом Мытищинском. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Необходимо учитывать все параметры, разделить встречные потоки, учесть скорость движения. Но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 км, которые могут спасти жизнь вашего ребенка. Или забрать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...